Жил Крестьянин согласился, отдал корову, взял себе овцу. Пошел он дальше и встретил человека с гусем. Посоветовал ему человек обменять овцу на гуся. И пошел крестьянин дальше с гусем. Неделю он шел, вдруг видит стоит на дороге пустой горшок. Захотелось крестьянину взять горшок. Оставил он на дороге гуся и пошел дальше с горшком. Вернулся крестьянин домой, а жена его спрашивает. Ну, много ты получил за корову? Горшок. Да, я получил за нее горшок. Горшок? За корову пустой горшок? Это же очень мало. Ну, видишь ли, мы поменялись. И вернуть уже ничего нельзя. Поставь его на полку, пригодится. Когда будет у нас каша, в него положим. Ну, мне пора чип-топать. А куда же ты хочешь тип-топать? В богатый дом. Да тип-топал горшок до богатого дома и прямо на кухню. Понравился горшок поварихи, и она наложила в него каши. Ой, какой хороший горшок. Вон, сколько в него каши входит. Ну, мне пора тип-топать. А куда же ты хочешь тип-топать? Откуда пришел? Вкусная каша была. А горшок поставь обратно на полку. Ну, мне пора тип-топать. Куда же ты хочешь тип-топать? В другой богатый дом. В богатом доме он пришел в кладовую, увидела его девушка-служанка и ахнула. Ох, какой красивый горшок! Наложу-ка я в него масло. Ну, мне пора тип-топать. Э, а куда же ты хочешь тип-топать? Откуда пришел? Обрадовались крестьянин и его жена. Вынули масло, растопили его, вымыли горшок и поставили его на полку. Вот, продал бы ты корову, купил бы семян, Засеяли бы мы поле, собрали пшеницу. Напекла б я тебе тогда лепешек с маслом. Если бы да кабы. Пора мне тип-топать. Куда? Куда же ты собрался тип-топать? К помещику. Зерно. Вот, какой хороший горшок для зерна. Гляди, я в него сыплю, сыплю, а он становится все больше и больше. Хо-хо-хо-хо-хо. Сто мер вошло. Ну, мне пора тиктопить Куда? Откуда пришел? Жалко стало помещику зерна Бросился он за горшком По горсти стал зерно обратно из горшка выгребать Нагнулся, да и упал в горшок Вот теперь я потиктопаю с тобой Дошел горшок до мужикового поля И как сквозь землю провалился вместе с помещиком Весной взошла на поле пшеница А осенью крестьянин собрал урожай И жена испекла ему лепешек на масло И больше не ругала его, что корову обменял на овцу Овцу на гуся А гуся вместо горшка на дороге оставил Ведь кто знает, где найдешь, а где потеряешь Ну, да Куда горшок тептопал? Несмеяна царевна В царских палатах, в княжьих чертогах В высоком тюрему красовалась Несмеяна царевна Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье Всего много, все есть, чего душа хочет А никогда она не улыбалась Никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось Горько было царю отцу И царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне Полковые, простые Начались перы, полились меды Царевна все не смеется На другом конце В своем уголке жил честный работник По утрам он двор убирал, вечерами скот пас В беспрестанных был трудах Хозяин его человек богатый, правдивый, платую не обижал Только покончился год, он ему мешок денег на стол Бери, говорит, сколько хочешь А сам в двери и вышел вон Работник подошел к столу и думает, как бы не согрешить За труды лишнего не положить Выбрал одну только денежку Зажал ее в горсть Да вздумал водиться напиться Нагнулся в колодец Денежка у него выкатилась И потонула на дно Остался бедняк Ни при чем Другой бы на его месте Заплакал, затужил И с досадом руки сложил А он нет Видно, мало я трудился Теперь стану усердней И снова за работу Каждое дело в руках у него огнем горит Кончился срок Минул его год Хозяин ему мешок денег на стол Бери, говорит, сколько душа хочет А сам в двери и вышел вон Работник опять думает Чтоб за труд лишнего не положить Взял денежку Пошел на пиццу И выпустил невзначай из рук Денежка в колодец И потонула Еще усердней Миновал третий год Миновал третий год Он кучу денег на стол Бери, работничек, сколько душа хочет Твой труд, твоя и деньга А сам вышел вон Берет работник опять одну денежку И идет к колодезе у воды спить Глядь, последние деньга цела И прежние две наверх выплыли Подобрал он их Обрадовался, думает Пора мне бел свет поглядеть Людей распознать Подумал И пошел, куда глаза глядят Идет он полем Бежит мышь Ковалек, дорогой куманек Дай денежку, я тебе сама пригожусь Дал ей денежку Идет лесом, ползет жук Ковалек, дорогой куманек Дай денежку, я тебе сам пригожусь Дал ему денежку Поплыл рекой, встрел сосом Ковалек, дорогой куманек Дай денежку, я тебе сам пригожусь Он и тому не отказал Последнюю отдал Сам пришел в город Там людей, там дверей, загляделся, завертелся работник, на все стороны, куда идти не знает, а перед ним стоят царские палаты, с ребром золотом убраты, у окна несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка, все прибежали, ухаживают, ублаживают, мышка-платьица снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги несмеяна царевна и засмеялась. Кто, кто развеселил мою дочь? спрашивает царь. Тот говорит, я, другой, я. Нет, сказала несмеяна царевна, вот этот человек, и указала на работника. Тотчас его во дворец и стал работник перед царским лицом, молодец, молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, что обещал, то и даровал. Я говорю, не во сне ли это работнику снилось? Заверяют, что нет. Истинная правда была. Так надо верить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова